Всем привет! Очередной выпуск Файгеймер Апдейт вновь на ваших экранах. Доставайте всякие вкусности, устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь внимать новостям из мира видеоигр. Как всегда, напоминаем вам про наш паблик ВКонтакте. Подписывайтесь, пока не начался осенний вал игр. Разработчики The Witcher 3 Wild Hunt объявили дату выхода первого платного дополнения к игре. DLC под названием Hearts of Stone «Каменные сердца» станет доступна уже 13 октября. У вас еще есть время прокачаться до 30 уровня. Маленьких и неокрепших ведьмаков в дополнении не щадят. В Hearts of Stone разработчики обещают 10 часов геймплея, кучу квестов, монстров, а также новую романтическую линию. На случай, если вашему Геральту мало было Трис, Йеннифер и толпы столичных куртизанок. Еще в дополнении появится новая игровая механика, связанная с рунами. Но подробности пока не раскрываются. До Hearts of Stone разработчики выпустили полтора десятка бесплатных DLC. В плане контента они были микроскопическими, но дареной платве в зубы не смотрят. Завершится этот парад дополнений только в начале 2016 года. С выходом Эдона Blood and Wine. Кстати, платного. А у лецплеера Феликса Чельберга, более известного под ником Pidipay, все до неприличия хорошо. На днях он установил новый рекорд. Стал владельцем первого канала на YouTube, собравшего свыше 10 миллиардов просмотров. Это больше, чем если бы каждый человек на Земле посмотрел по одному видео с его потешными кривляниями. Народу нравится. Это далеко не первое достижение PewDiePie. Если вы вдруг не знали, у него сейчас самый популярный канал на YouTube, почти с 40 миллионами подписчиков со всех уголков мира. Поклонников у него примерно столько же, сколько и ярых ненавистников. Но его огромное влияние и вклад в индустрию развлечений отрицать нельзя. В общем, поздравляем Феликса и его мопсов с очередным достижением. Ха! Гай! Мы не часто рассказываем о новостях из мира модификаций для игр. Но тут случай исключительный. Гарри Ньюман, создатель феноменально популярного Гарри Смот, объявил о разработке продолжения. Его команда уже трудится над новой версией, хотя подробностями делиться не спешит. Самое интригующее в этой новости то, что новый Гарри Смот будет поддерживать устройство виртуальной реальности. Для чего это нужно, мы даже представить боимся, особенно учитывая, какие работы пользователи иногда делают с помощью этого мода. Халлоу? Бузау! 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 Если не в курсе, поясняем. Гарри Смот появился вскоре после релиза Half-Life 2. Он представлял собой такую песочницу, в которой любой игрок мог всячески изгаляться над героями легендарного шутера. Например, ставить их в компрометирующие позы, наделять врывеглазной мимикой и так далее. Благодаря Гарри Смот игровое сообщество сделало кучу комиксов, а затем и роликов. В один момент Ньюман начал продавать мод за реальные деньги. Однако его популярности это не навредило. Когда выйдет новая версия, неизвестно, но морально готовиться можно уже сейчас. И напоследок новость из мира мозговзрывающих инди-игр. 30 октября выйдет маленький кусочек ада на земле. Дополнение для Web Binding of Isaac. DLC получило название Afterbirth, А разработчики уже наобещали 100 дополнительных часов геймплея, 500 новых предметов и кучу свежих уровней. Если вы вдруг не в курсе, Web Binding of Isaac — это игра про постоянно плачущего ребенка, который спасается от сумасшедшей матери в недрах подвала. Несмотря на мультяшный стиль, здесь множество религиозных отсылок, жутких образов и беспросветно-черного юмора. А еще из-за случайной генерации уровней вайзеком можно играть бесконечно. В общем, попробуйте, но аккуратно затягивает зараза. И, кстати, рыдающий ребенок еще не самый странный герой. Мы уже играли за кусок мяса, ломтик хлеба, бешеного козла и даже за осьминога под прикрытием. Уверены, можно придумать что-то еще. Подумайте и скажите, какой еще странный персонаж может стать героем игры? Свои предложения оставляйте в комментариях. Самые оригинальные и смешные мы покажем в следующем выпуске. В прошлый раз мы спросили, что еще надо продавать в Steam. Семен Кошелев с радостью купил бы в этом сервисе ответы на ЕГЭ и отсрочку от армии. Дима Бочкарев хотел бы оплачивать там же коммунальные счета, а Андрей Пушков приобрел бы несколько часов здорового сна. Если бы все так и было, сезонных распродаж в Steam мы бы ждали с двойным нетерпением. Спасибо всем авторам за предложение. На этом у нас все. Новый выпуск выйдет ровно через неделю. Легкой вам учебы, ненапряжной работы и множество хороших игр. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин